Друзья, всем привет! С вами снова Димас. И сегодня для вас мы решили сделать такое, как сказать, зимнее блюдо. Ну, зимой его чаще, мне кажется, едят, чем летом. Ну, все по-разному. Сегодня будем солить сало. Купили корейку, она не домашняя. Грудинку, точнее. Она у нас такая мясная. Но, я думаю, получится хорошее сало из этого. Такое мясное сало. Сейчас начнем приготовление нашего блюда. Гринетов тут немного совсем. Соль и буквально чуть-чуть специй. Емкость мы возьмем в ведро обычное. Вот, можете взять какую-то другую гастроемкость, как вам удобно. Какая у вас есть в данной ситуации. Вот, можно немножко почистить кожу. Если бы свинка у нас домашняя, было бы немножко побольше всяких неровностей. Она магазинная. Видимо, все-таки фабричная. Она более гладкая, нежная. За ней ухаживали. Не как дома. Пинали в сарае. Из-за этого не сильно заморачиваемся. Вот, чтобы как бы быстрее просолилась наша свинина, мы ее немножко разрежем на несколько частей. Ну, потоньше. Ну, на три части каждый кусочек. Вот, смотрите, здесь более жирная, более сальная такая. Здесь более мясной кусочек получается. Можете нарезать, оставить крупными кусками, кому как больше нравится. Мы просто планируем долго не солить ее. Нам важен процесс ускорить. И уже приступаем к нашей засолке. Ну, можно солить по-разному. Как бы все по-разному солят. Мы сделаем по своему способу. Можно сделать немножко по-другому. Я сейчас тоже расскажу. Вот, мы наниз, в нашу гастроемкость, немножко насыпем перчика черного. У нас тут смесь. Четыре перца разных. Белый, черный, красный, розовый. Можно его раздробить. Мы не будем дробить. Мы кинем целиковый. Он все равно сейчас чуть-чуть отдаст свои пряности. Также мы кидаем лаврушку. На низ несколько веточек. Листочков, точнее. И чеснок один тоже раздавим, один зубчик. Чистить не будем. Раздавим. И просто кинем туда. Вот. Также немножко присолим. Вниз. Как бы, вот, ну, это наш способ такой. Чуть присолим. Все равно обмакиваем каждую сторону. Каждую сторону мы все равно обмакиваем нашего сала, будущего, в соли. Можно сделать просто, каждый раз обмакивать просто. И не посыпать, там, вниз куда-то. Потом засыпать солью. Мы делаем так, чтобы чуть побольше, побыстрее просолилось. И обязательно шкуры вниз. И также делаем каждый кусочек. Также со всех сторон прижимаем плотненько. Как бы, бояться не надо, что, ну, пересолите. Свинина, так же, как и рыба, соли не боится. Мы не будем выдерживать, там, неделями и тому подобное. Мы не в древнем Риме, мы не римляне. Мы живем в России. И как бы оно получается, если вы разрежете на мелкие кусочки, оно у вас быстрее просолится и лучше уляжется в гастроемкости, в которую вы там, допустим, запланировали все дело солить. Заранее подрассчитали. Все хорошо уместилось. У нас кусочек, был один длинный, мы разрезали на два, потом еще на четыре получилось восемь кусочков. Точнее, шесть. Шесть кусочков все уместилось. Также сверху вы можете еще раздавить один зубчик чеснока. Также мы его не чистили, это ни к чему. Также вот чуть раскидать его сверху. Мы в дальнейшем, вы увидите на видео, будем все равно немножко натирать чесноком и специями. Также сверху вы можете опять скинуть специи. Мы кидаем. Вы, по желанию, можете кидать, можете не кидать. Они дадут свой аромат. Это вот, как говорят, называется сухой посол. Что, как посол, не посол, сухой, не сухой. Видимо, потому что вы без рассола это все не заливаете. Из-за этого он называется сухой посол. Также можете еще немножко присыпать соли сверху. У нас простой засол, довольно-таки, без всяких лишних специй. Буквально перец, лаврушка, чеснок, соль. Четыре ингредиента, плюс сало, пятое, основное. И у нас здесь крышка герметичная, вакуумная. Она закроется и будет как бы все вакууме дозревать. Все дозревать у нас будет три дня в холодильнике. Там, плюс три, плюс пять. Либо, если у вас есть помещение такое, подвал там, или еще подсоб какая-то с такой же температурой, плюс пять. Тоже три дня. Для вас пройдет мгновение, для нас три дня. И мы с вами увидимся и уже будем пробовать дегустировать, что из нашего сала получилось. Ну вот, у нас, ребята, прошло два дня, и мы решили попробовать, что у нас. Потому что кусочки небольшие, и мы боимся, что, может быть, они, как бы, чтобы не пересолилось. Сейчас для начала вот очистим их. Ну вот, ребят, мы достанем. Смотрите, здесь чуть-чуть обрабатывалась водичка. Соли почти нету, она вся, как бы, она вытянула влагу, и за счет этого она исчезла и впиталась, естественно. Мы сейчас хорошенько счистим, везде соль с нашего мяса. Видите, по краям вообще ничего не осталось, все впиталось. Вот, и давайте попробуем, что у нас получилось. Ну, это как бы не конечный этап, мы как бы будем еще доделывать сейчас, но попробовать надо. Режется мягко, ну, кожица не очень мягкая. Запах хороший, по структуре тоже мягкая, как сальца. И даже мясо такое мягкое. Вот, попробуем, что получилось. Да, отлично. Два дня, не больше. Для таких вот кусочков, как мы сделали, не больше двух дней. Если кусочки больше, то больше, естественно. Исчищаем сейчас всю остальную соль. И будем дальше проводить наш эксперимент, что у нас получится. Все-таки смыли просто с холодной водой, подструящейся. Остатки просто остались, соли. Сейчас вот ее даже не чувствуем. Натираем аккуратненько. С боков тоже можно натереть. Ну, может, сверху достаточно. С боков лаврушку положим. И лаврушку просто... Мы потом будем, когда бумагу заворачивать, вот. Вот так ее прижмем. И она как пропитается немножко, даст свой аромат небольшой. Вот так, по всем краям. Она прилипнет хорошо. Вот, даст свою. Для венгерской есть приправы. Паприк копченая. Мы использовать будем. И немножко здесь есть томат, чеснок, специи. И мы немножко совсем добавим. Тут такие ароматы травы. Я думаю, достаточно будет. Немножко перемешаем, чтобы равномерно было. Вот так аккуратненько. По всем краям обмакиваем. Паприк копченая будет очень ароматно. Немножко оттрясти лишнее. Можно на кожицу тоже добавить. Она все впитается. Тоже у нас бумаги полежит и все пропитается. И все кусочки тоже. Самая со всех сторон. Ну, лучше выровнять их там, наверное, как-то вот так. Так, ну, можно и не выравнивать. Ничего страшного не будет. Ну, вот все мы обваляли. Наши кусочки. Сейчас накроем немножко чем-нибудь. Тарелочкой какой-нибудь. И это часа три постоит. В принципе, вот это сало, которое чесноком, натерли уже. Можно уже сейчас съесть. Оно, в принципе, это венгерское. Вот это надо, чтобы остаток, который там остался влаги в сале, он немножко вот впитал ее. Она влажная стала. И прилипла как бы. Все, а потом прилипнет. Можно уже, покажем вам, как заворачивать и есть уже. У нас, короче, прошло порядка полутора-двух часов. У нас вот сальца уже такое постояло. Мы накрыли просто пленочкой и в холодильник отнесли. Как бы паприка пристала уже. Ну, она, видите, совсем красится. Чуть-чуть так. Совсем мальца. Но это обычная. Очень вкусная паприка. Курца такая, конечно, немножко жестковатая у нас получилась. Ну, я думаю, вкус нормальный. Нарезали мы украинское. Теперь венгерское. Оно еще более мясное. Если так можно сказать. Больше прослоек с мясом. Из-за этого, видите, оно отслаивается. Черный хлебушек у нас тут. Так называемый по украинскому способу. Сало с чесночком. Что у нас получилось. Пробуем. Очень вкусно. Чуть-чуть жесткая, конечно, кожура. Ну, потому что свинка не домашняя. К сожалению. Но вкус очень вкусный. И соленая. Чуть нежненькая. С венгерской попробуем. Опять же, так называемая, что у нас получилось. Тоже с черным хлебушком. Чувствуется паприка. Сночок. Более мясное еще. Вкусное. Оно еще у вас полежит в холодильнике. Еще подойдет. Будет вообще великолепно. Так что, для сравнения, у меня есть узнаначка небольшая. Мне знакомые угостили. Домашним салом. Ну, это, понимаете, сало. Такое. Это делали в Саранске. Мордовская республика. И, как бы, Павел, Лена, большой привет вам. Будем попробовать, что получилось. Как видите, тут везде сало белое. Не как у нас. Оно такое соленое. Такое сало классическое. Вот так у нас делают в России. Вкусное, хорошее. С хлебушком даже. Единственная кожа жесткая. А так идеально мягкая. Получилось за два дня. Баллин готовый сало. Что по украинскому рецепту, как мы его представляем, по обычному, что венгерское, как мы сделали, тоже по рецепту. Берете кусочек обычный, бумагу пергаментную. И просто заворачиваете. Плотно заворачиваете. И убираете в холодильник. Либо минус, либо в обычном холодильнике. У вас там оно прохранится какое-то количество времени. Если вы его съедите, будет хорошо. Если нет, нет. Там брали минус. В любой момент его можно потом достать, там закоптить. Очень вкусно получается копченое такое сало. С вами была Банда Кузбразер Хокс. И все-все-все. Всем пока-пока. Увидимся на нашем канале. С вами был Игорь Негода.